Великого русского поэта Предпочитал простую домашнюю еду, хотя любил заходить в рестораны. Правда, от простой пищи можно было легко поправиться, поэтому иногда он не ел весь день, чтобы поужинать часов в шесть или семь вечера. Простые, без изысков блюда, которые готовили в имении Захарова, а позднее в Михайловском, пришлись по душе поэту и были любимы на протяжении всей жизни. Ну вот уж полдень. В светлой зале весельем круглый стол накрыт, хлеб соль на чистом покрывали, дымятся щи, вино в бокале, и щука в скатерти лежит. Арина Родионовна подчивала ангела Александра Сергеевича блинами, двойными щами, ложка в них должна была стоять, ботвиньи, всевозможными пирогами, до ватрушками, соленьями, до вареньями. Доктор Пуф под этим именем на страницах литературной газеты со своим кулинарными изысками выступал, писатель Адаевский, давал такой рецепт двойных щей. Я рекомендую щи двойные. Для сего накануне сварите щи, как обыкновенно, из свежей капусты или квашины, двух морковей, одной репы и двух луковиц. На ночь поставьте в глиняном горске на мороз. Поутру разогрейте, пропустите сквозь сито жижу, а гущу, то есть овощ, говядину, протрите сквозь частый решето, и на этой жиже, а не на простой воде, варите новые щи с новой капустой, кореньями, говядиной, как обыкновенно. Любимым блюдом Пушкина, которое готовила ему няня Арина Родионовна, была колья с огурцом. Для приготовления кольи няня использовала куриный бульон, огуречный рассол, соленые огурцы, куриное мясо, овощи, копченую грудинку и шпинат. Подавали колью с гренками. Еще одним блюдом, который любил известный поэт, был печеный картофель, который запекали в золе. Любовь к этому блюду привила Александра Сергеевича и его мама, Надежда Осиповна. Печеную картошку с солонкой да масленкой Пушкину частенько подавали не только к обеду, но и на завтрак. Обожал Пушкин рубленые котлеты со шпинатом да щавелем. Любил зеленый суп с крутыми яйцами. Очень нравилось Александру Пушкину греческое молоко. Такое молоко в русской кухне называли варенец. А готовили его в русской печи. Четыре бутылки молока выливали в крынку и томили в печке много часов. Затем его оставляли скисать, а ели с сахаром, фруктами и ягодами. Моченые яблоки всегда были на столе у Пушкина. Порой трегорские барышни посылали ключницу с замоченными яблоками даже после полуночи, потому что поэту очень хотелось их отведать. Использовать поздние сорта яблок, таких как Антоновка, решали все. Помещались яблоки в бочку с черной смородиной, листьями вишни. Сверху заливали соленую кипяченую воду с астрагоном и веточками базилика. Бочку помещали на лед на неделю, а затем приносили в сухой погреб. Еще Александр Сергеевич любил блины, которые пекла Арина Родионовна. Самыми его любимыми были крупичатые розовые блины, которые пеклись с добавлением свеклы. Пушкин съедал их по 30 штук. После каждого блина выпивал глоток воды и не испытывал ни малейшей тяжести в желудке. Из десертов поэт особенно предпочитал клюкву в сахаре. Белок и сахар растирали деревянной ложкой до бела, добавляли лимонный сок и мешали, пока смесь не начинала густеть. Затем осторожно обваливали каждую ягодку в глазури и складывали на блюдо, предварительно смазанное водом или несоленым сливочным маслом. Подавали ее Пушкину на отдельном блюдечке. Было лакомство, в котором поэт не мог себе отказать. Он очень любил сыр с плесенью. Правда, кроме самого Пушкина, в его доме никто не ел этот сыр. И однажды его няня Арина Родионовна, пока поэта не было дома, выбросила этот сыр, потому что он уж очень дурно пах. Яблочный пирог-перевертыш Его Пушкин попробовал однажды у соседей в имении Тригорском. Ему он очень понравился, и в письмах к ним он подписывался. Ваш яблочный пирог. Так поэт прозрачно намекал, что готов снова приехать в гости на пирог. Секрет пирога заключался в том, что несколько тонких слоев теста чередовались со слоями яблок. Среди любимых сладостей у Пушкина в особом почете было белое крыжовенное варенье, которое всегда было в жару на столе у поэта вместе с графином воды из дом. В книге «О лукоморья» хранителя музея-заповедника Михайловского Гиченко приводится рецепт этого варенья от Арины Родионовны. Очищенный от семечек, сполосканный, зеленый, неспелый крыжовник сложить в муравленый горшок, перекладывая рядами вишневыми листьями да немного щавелем и шпинатом, залить водкою, закрыть крышкою, обмазать оную тестом, вставить на несколько часов в печь, чтобы жаркую, да как она бывает после вынутия из нее хлеба. На другой день вынуть крыжовник, всыпать в холодную воду со льдом, через час перемешать воду и один раз в ней скипятить, потом второй раз, потом третий, потом опять положить ягод в холодную воду со льдом, которую перемешивать несколько раз, каждый раз держав в ней ягоды по четверти часа, потом откинуть ягоды на решето, потом разложить ягоды на скатерть льняную, а когда обсохнет, взвесить на безмене, на каждый фунт ягод взять 2 фунта сахара и 1 закан воды, сварить сироп из 3 четвертей сахара, прокипятить, снять пену и всей горячей сироп всыпать ягоды, поставить кипятиться, а как станет кипеть, осыпать остальным сахаром и разов три вскипятить ключом, а потом держать на легком огне, пробуя на вкус. После всего сложить варенье в банки, завернуть их ващеной бумагой, а сверху пузырем и обвязать. Надо сказать, что в семье Пушкина уделялось большое внимание приготовлению и приему пищи. Удивляет то, что поэт был осведомлен в названиях блюд, в деталях их приготовления и даже в кулинарной лексике. В доме Пушкина их специально обучали поваров, а чтобы удивить гостей, новые блюда готовили по рукописным книгам с рецептами. Барские рецепты передавались по наследству. Продолжение следует...